Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на сегодняшнем дневном вебинаре. Кто смог прийти, надеюсь, вы не пожалеете, потому что сегодня вопросы мы будем интересные затрагивать. Они прямо или косвенно тем или иным боком все равно влияют на основную тему наших вебинаров. Это адресные проекты и организационные экономические вопросы. Я понимаю так, что часть из вас или из нас, кто мы здесь сейчас находимся, покажите, пожалуйста, мне, как вы меня слышите. Иначе тут последнее время пробивается, что мы много говорим. Спасибо, спасибо, спасибо. Я в какой-то момент уберу свое ценное изображение с экрана, потому что каналы связи достаточно нагруженные. Сейчас одновременно с нами идут несколько вебинаров. Мы пользуемся пока еще этой площадкой Мирополиса. И она зачастую бывает перегружена. В особенности на таких вебинарах, когда Сергей Сибиряков выступает, там зашкаливает количество участников и так далее. Но сейчас, тем не менее, по всей Европе идут одновременно целый ряд вебинаров. И поэтому могут быть разные сбои. Уже то, что сегодня вебинары идут на русском естественном языке, на английском, на французском, на чешском, на венгерском, на эстонском языке, это уже показывает о нашей интернационализации. То есть девиз «Строй сковей, сплосай планету» абсолютно работает. Те, кто сегодня раньше подключились, видели, я запускаю уже не первый вебинар, запускаю ролик, где Анатолий Эдуардович и Виктор Бабурин говорят об влиянии и вообще о так называемом фоне того, что было и как был подписан договор, вернее не договор, а как было выступление и был, в общем-то, создан протокол, заключительный протокол Экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации. Это очень важно и там открывается целый ряд аспектов. И кто слушал, я сегодня начал не с середины, а с того, что в прошлый раз не закончилось и немножко перешел потом в начало, там абсолютно под конец этого ролика Виктор Бабурин отвечает на вопрос, ну хорошо, построим или включаются большие инвесторы. Сейчас они пойдут, постоянно крутятся вокруг проекта Экотехнопарка, вокруг вообще проекта Скайвей и как это повлияет, не закончится ли вся вот история с нашими, скажем, мелкими инвесторами и так далее. Абсолютно успокою вас, он говорит это как всегда чиновник, который он есть, да, и как эксперт, и как просто сдержанный человек, что пока не видно никаких таких знамений или знаков в пользу этого, что, или не в пользу, а в ту сторону, что мы, скажем, инвестиции и адресные проекты как-то заглохнут. Я вас уверяю, дорогие друзья, я не первый день, ну как бы работаю с проектами, за всю большую историю, не этот инвестиционные проекты, это неиссякаемый кладезь. А если, а мы говорим здесь только об инвестиционных проектах, касающихся технологий, разработанных в рамках Скайвей, то я вас уверяю, тут я еще раз повторюсь, что это неиссякаемая тема, начиная от домостроения в рамках разработанных технологий, это и поселение будущего. Мы к ним обязательно придем и в адресных проектах, будем специально разбирать, я вас уверяю, это все будет, вот, и это касается, естественно, всех технологий, всех возможных транспортных систем четырех видов, которые сейчас есть. И уже начинают образовываться определенные, как бы, подвиды, которые, в принципе, решают так называемый городской транспорт, грузовой транспорт, сверхскоростной транспорт и, естественно, облегченный транспорт, который, в общем-то, решает так называемые туристическо-развлекательные или же отдельные кластерные проекты на замкнутых территориях. Вот. Таким образом, я еще, значит, пройдусь сейчас, прежде чем мы придем к традиционным вопросам, пройдусь по таким основным моментам. Что говорит в пользу этого? Дело в том, что, смотрите, эко-технопарк строится. Что и какие самые ближайшие адресные проекты, которые, ну, просто неизбежны, друзья? Это производство. Потому что, если мы сейчас посмотрим на то, что у нас происходит на площадке. Если, смотрите, значит, вот на площадке открыл сейчас так называемую схему или изображение эко-технопарка или территории эко-технопарка, где он строится, то идет только пока, смотрите, только строительство заканчивается, завершается строительство и подготовка трассы сертификации городского и скоростного транспорта, причем навесного типа, навесного, который бегает поверху. Вот, здесь еще целый ряд таких трасс, которые будут, я не буду сейчас вдаваться в подробности, об этом уже говорилось, но сегодня здесь я отмечу, что вот здесь рядом, здесь и чуть-чуть туда будут выстраиваться производственные так называемые площадки. Это будут какие-то закрытые, абсолютно закрытые площадки, где будут отрабатываться и, ну, как бы, выпускаться элементы ноу-хау, которые нельзя передавать никуда. Да, и будут сборочные, то есть сборочные, которые необходимы в первую очередь сюда для эко-технопарка, но если так серьезно проанализировать, ну, сколько сюда юнибусов надо, ну, ладно, десяток, условно говоря, может быть, может быть меньше, может быть больше, разного типа. Вот, а остальные, остальные тоже будут здесь дособираться, а уже подряд или субподрядным образом будут производиться где-то и эти связи тоже сейчас налаживаются. Я как пример приведу для вас то предприятие, которое прошлось по информационным каналам RSV Systems и Capital, кто следит за информацией. Обращу ваше внимание, что в Capital есть так называемые информационные выпуски, когда вы выходите в информацию на основной странице, там есть информационные выпуски. Рекомендую их слушать время от времени, вы будете в курсе всего, что происходит. Но последний, значит, я не помню, 12 или 11 информационный выпуск, который говорил о том, что руководство группы компаний Skyway во главе с Анатолием Эдуардовичем и с представителями конструкторского бюро и с ведущими конструкторами посетили предприятие WDG, так называемое предприятие. Оно международное предприятие, у него находится и компания, и предприятие, производственное предприятие в Белоруссии. На этом предприятии выпускаются в основном так называемые конструкции для бензозаправочных и рекламные комплексы. Так вот, это высококвалифицированное, очень классное, хорошим качеством сертифицированное предприятие, выпускающее так называемые металлоконструкции, которых уже только здесь понадобится немало на всей этой площадке Экотехнопарка. Ну и естественно, это предприятие будет так называемым отправным, где будут отрабатываться взаимосвязи, отрабатываться требования, которые необходимы к металлоконструкциям и так далее. И поэтому это все то, что делается на будущее. То есть, производство тоже начинает подтягиваться. Что дальше? После или же параллельно с Экотехнопарком? Я пару слов уже сказал. Дальше идут отработка всех адресных возможных проектов. Приезжают, контактируют, готовятся. Я не буду и не имею права здесь всех перечислять. Пока об этом мы не договаривались, чтобы не мутить воду в колбе. Но только я вот сейчас перед вебинаром посчитал, что уже только где-то порядка 7 так называемых в разной стадии, 7 проектов, среди которых и 3 главных таких, где инвесторы, крупные инвесторы готовы войти в проекты. Сейчас просто решается на каких условиях, куда, как. Этот процесс непростой. Они присматриваются, они приглядываются, готовятся определенные обзоры и так далее. И где-то 4 или 5 проектов, которые можно назвать уже, обозначить как начальная фаза нулевого цикла или нулевого этапа адресного проекта. Это и Одесса, это и Москва, это и Рига, это и Таллинн и так далее. Я сегодня после этого скажу, что сейчас, например, в Эстонии лично я веду целый ряд контактов с чиновниками. Они, на мое удивление, я вам скажу прямо, на мое удивление, они достаточно открыто относятся. В особенности, когда теперь такая вам информация, смотрите, я открою вам. Технология Skyway, здесь заставка международного большого форума InnoTrans 2016, который будет проходить в Берлине с 20 по 23 сентября нынешнего года, где представлены будут современнейшие технологии. Но пока среди современнейших технологий транспорта только две. Это Hyperloop Transportation, технология этого типа, которая имеет место быть, это так называемый проект МАСКа. Это в аэродинамической, извиняюсь, вакуумной трубе двигающее транспортное средство. И, как видите, здесь Skyway технологии. То есть, наша технология с вами, друзья, нашими трудами и будущими нашими усилиями, нашей энергии, энергии нашего участия в тех же самых вебинарах, энергия нашей передачи этой информации другим знакомым, близким, это вхождение и осмысливание на так называемом квантовом уровне. То есть, в наших мозгах будущих возможных проектов и подход к их реализации, это результат этого, друзья. И поэтому это очень сильный козырь, который будет влиять на то, что будет дальше происходить. Поэтому рекомендую вам в этом получить, здесь есть ниже, видите, как туда выйти. Значит, можно отсюда выйти с этой, если вы видите, да, видно сейчас, нет. Если видно, я немножко увеличу сейчас, прошу записать. Ах, не увеличил, увеличилось. Вот смотрите, вот здесь ссылка. Вы по этой ссылке можете прийти туда, пощелкать, посмотреть, убедиться и показывать другим людям, что мы есть. То есть, не только Россия, но уже и международная, инновационная, инновативная, причем транспортная общественность. Россия начинает нас начинает признавать и с большим энтузиазмом привлекает к таким мероприятиям. И то, как удастся группе компаний SkyWay выступить на этом форуме международном, мировом форуме, скажем так, зависит в большой степени и то, как мы с вами, друзья, вот здесь будем дальше реализовывать. Поэтому, все в наших руках. И таким образом, идем дальше. Смотрите, с этой выставкой, которая там будет, информация пойдет дальше. Возможны целый ряд интересных развитий и будущих адресных проектов, о которых мы говорим. Но у нас хватает и здесь, у каждого на своей территории хватает тоже дел. Поэтому, неиссякаемые инвестиции понадобятся. Потому что, логика такова, что большие инвесторы, они будут только приходить с определенной стадией, когда они ведут, вот зараза, они уже зарабатывают, они уже ведут проект, надо и нам туда подключиться. То есть, на стадиях, уже где риски будут минимизированы. То есть, будет ясно, что проект рабочий, что у него есть инвестиционная привлекательность. Ну и Бога ради, это только вода на нашу мельницу. Таким образом, тогда давайте пойдем дальше. И я вам обещаю, значит, вот что еще сегодня, в рамках сегодняшнего вебинара. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Смотрите, значит, вопросы такие. Например, первая, как бы, группа вопросов, это почему стоимость акций именно 1 доллар? Ну, я вам уже говорил, а кто еще, кому это актуально, я просто, значит, сейчас повторю и покажу вам здесь такую вещь, как есть у нас. Смотрите, 1 доллар, причем был задан еще вопрос, те, кто уже длительное время, начиная с 2014 года в проекте, еще задают вопрос, ну а был вот 1 фунт стерлинг, теперь 1 доллар, что будет дальше, будет ли рубль и так далее. Так, и так, обратно, почему стоимость акций 1 доллар? Дело в том, что такова номинальная стоимость акций. GTI номинировала и обозначила, что ее акция этой компании, она вообще образована для больших инвесторов и содержания больших, как бы, или крупных инвестиционных пакетов. Чтобы деятельность, как бы, дифференцировать, так, она взяла и создала Евразин Rail Skyway Systems Holding компанию, и акционерный капитал внесла 15%, то есть это половину от привилегированных акций, которые у нее есть. Всего здесь, в этой компании, GTI, Global Transport Investment, здесь находится 400 миллиардов долларов. На первом этапе это было 400 миллиардов фунтов стерлингов. Но произошла такая, как бы, казусная ситуация, что была зарегистрирована фирма, но как-то, ну вот, не подумали, что в английском правовом пространстве и финансовом налоговом пространстве надо платить налог с акционерного капитала. Задекларировали, платите, и выставили счет на 27, я могу ошибиться, речь шла о 27, там, может быть, больше было. 27 миллионов фунтов стерлингов надо было заплатить за 2014 год. Естественно, когда речь идет о вообще жизни проекта, тогда только была идея, разрабатывался бизнес-план, эко-технопарк и так далее, о каких 27 миллионах шла речь. Значит, пришлось закрывать компанию в Англии, где такое правовое пространство, и переносить ее на острова Британской Вирджинии, то есть в офшорную зону, где надо в год платить там от 3 до 5 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, за акционерный капитал, неважно, какой ты его задекларируешь. Абсолютно все уже подготовлено документации, все было передано в ту компанию и занялись ликвидацией GTI в английском или в Англии, в Лондоне. И все остальные компании были точно так же переведены на соответствующие более офшорные площадки. Отсюда, поскольку там законодательство другое, там единицы исчисления другие, то пришлось перейти в доллары. Не мудрствуя лукаво, просто обозначили один к одному, сделали, что это один доллар. Таким образом, один доллар это номинальная стоимость акций, которые номинированы и выпущены в Global Transport Investment и в Евразии Railway Systems Holding. Отсюда и стоимость 1 доллар. Теперь люди задают вопрос, кто гарантирует, что такая цена будет на бирже? Можем ли мы рассчитывать и почему на такую цену? Вы знаете, такой гарантии никто не выдает. Если он выдает, он лукавит. Потому что тогда надо будет Серебрякова, Галина, Анапа. Уставной фонд в фунтах составлял... Где уставной фонд 136 миллиардов фунтов? Для меня это новость. Если вы знаете, поделитесь с нами в свободное от работы время. Галина. Значит, дело в том, что такая цена, один доллар это номинальная стоимость. И вопрос состоит в том, что стоимость, по которой будет покупаться и продаваться акция, она зависит от рынка, от реакции, от наплыва предложения. То есть, сколько людей или сколько поступит на рынок для продажи акций. И с другой стороны, а кто их за эту цену купит? Да, можно выставить доллар. Если за нее купит, бога ради. Тогда цена начинает, вы же знаете, начинает на бирже регулироваться. И выравнивается к тому, по какой цене готовы покупать. Теперь мы друг другу продавать не сможем. Не сейчас при электронной бирже внутренней, когда мы ее организуем. Не потом, когда будет выход через IPO на международный фондовый биржевый рынок. Поэтому все зависит от того, каково состояние компании и от стоимости. Но есть определенные механизмы или так называемые регулирующие возможности. Или бразды, через которые можно в какой-то степени управлять. Смотрите, ведь это не какая-то там выдумка и, ну скажем, такая цель сама по себе. Давайте сделаем внутреннюю электронную биржу. Она не просто так нужна. С одной стороны, для того, чтобы отрегулировать и поддерживать уровень стоимости акций внутри компании. И показать, что, смотрите, например, там 2,5-5 миллионов акционеров уже как бы и покупают и продают свои акции на внутренней электронной бирже. Это очень сильный козырь в пакете предложений, которые даются. А там составляется большой пакет, когда выходит на IPO. Там проводится, и скажем, для того, чтобы выйти через IPO на международную биржу, составляется большой пакет документов, инвестиционных документов. Люди знакомятся и начинают думать, а сюда стоит вкладывать или не стоит. Стоит ли покупать эти акции или не стоит. Поэтому там должно быть мощное обоснование. И вот одним из аргументов этого обоснования будет то, что, а, да, ты смотри, вот у них там в этих 5 миллионов, условно говоря, может быть, 50 миллионов у нас к тому времени будет, что у них уже это существует. А давай-ка я тогда войду. Значит, это дело серьезное. Это не просто какие-то там игрушки. И это очень сильный аргумент. Таким образом, рассчитывать можно на такую стоимость. Я отвечу прямо, 1 доллар, а можно рассчитывать и на больше. Но я же понимаю, дело в том, что это только жизненная ситуация будет нас подвигать к тому, кого-то. Все возможно в жизни, что вдруг придется кому-то продать какую-то часть. Я при этом всегда хочу сказать, что, дорогие друзья, мы сейчас не накапливаем средства. Мы инвестируем свое будущее. Инвестируем для того, чтобы, с одной стороны, поддержать и нормальный транспорт создать на планете, а с другой стороны, естественно, нормальный транспорт, то есть зеленое экологическое мышление и так далее, и так далее. Вспомним дом Скавея, о котором мы говорили, кто участвовал. А с другой стороны, мы инвестируем в то, чтобы участвовать и получать пассивный доход. А купить, продать акции, это еще не пассивный. Да, какую-то часть, например, у Иванова есть миллион акций на миллион долларов. И он решает, что он просто строит свою внутреннюю стратегию благополучия. Он говорит, что вот 700 тысяч я не трогаю, а с 300 тысяч, и они стоят, и я жду, когда будет капитализация такая, что я буду в год получать достаточно доходов, чтобы скрасить и иметь пассивный доход, и, в общем-то, безбедно жить. А с другой стороны, от 300, я попробую, значит, вдруг мне понадобилось, или вдруг детям что-то надо, я их продам на бирже. Но продам в случае, если это выгодно. Если это не выгодно, я подожду. Потому что биржа будет вначале очень сильно лихорадить ее, она будет прыгать, там различные приемы есть. И это отдельная история, как и что на биржах происходит. Поэтому могу вам сказать, я просто приведу пару цифр, что смотрите, сейчас, когда мы получаем, или приходят в нашу собственность, приходят акции 1 к 600, то есть дисконтом 1 к 600. Что значит дисконт 1 к 600, повторюсь, это значит, что на один инвестированный доллар, путем, значит, ну, как бы обмена, ко мне приходят акции на 600 долларов. И это значит, что стоимость одной акции всего лишь только, значит, всего-всего, она очень маленькая, 0,16 цента. Даже не цент, а 0,16 цента. И теперь, если мы будем за 1 цент их предлагать на бирже, то вы видите, какая разница уже есть к тому, что я могу получить с одного инвестированного доллара. Если это дисконт 1 к 200, то у нас резерв появляется, стоимость так называемой 1 доллара, она становится всего полцента. То есть, если будет выше все, что больше полуцента стоимость, то мы уже, как бы, имеем доход. И так далее. И если 1 к 5 будет дисконт, 1 к 5, даже не к 600, не к 100, не к 50, не к 10, то тогда будет уже 1, тогда будет, значит, стоимость одной акции 50 центов. То есть, понимаете, до какого, каковы пределы игры возможных цен на будущей электронной бирже сначала внутри. Но к этому мы будем с вами постепенно приходить по мере того, как будет продвигаться проект SkyWay в целом и Экотехнопарк в частности. Теперь возникает еще следующий вопрос. У меня тут их достаточно. Какие у нас гарантии, что в 2017 году, в мае, выйдем через IPO на биржу? Это первая часть вопроса. А что будет, если не выйдем? На какую биржу выходим? То есть, 3 в 1 вопросе, да? Постараюсь ответить. Или, скажем, вот мой комментарий. Гарантий нет. Но динамика процесса показывает и позволяет мне или нам прогнозировать, что во второй половине 2017 года вероятность, и подчеркну, целесообразность, друзья, выхода, реально. Выход это не цель сама по себе, как я уже говорил. Главный выход на IPO в правильное время и с правильным предложением стоимости. Тогда и стоимость акции будет выше, почему бы и не выше 1 доллара, если к этому будут все основания. И выбор биржи очень важен. А выбор биржи, что я под этим не имею в виду? Это куда выходить? Выходить ли на лондонскую, выходить ли на сингапурскую биржу, на нью-йоркскую или на рижскую? Это, скажем, будет епархией. Это будет как бы зависеть от того, как нас уже консультанты. Это специальные есть такие консультанты компаний, которые специализируются на выводе пакетов и вообще акций компаний на бирже. Они четко знают и делают абсолютный внутренний и внешний анализ того, в какое время, с какой стоимостью, с каким количеством акций надо выходить на биржу и как это обосновывать. Поэтому это вопрос будущего, чтобы вы понимали, как к этому будет готовиться. Поэтому, повторюсь, для подведения под этот вопрос, вероятность, что не выйдем, практически отсутствует. Понимаете? Я больше даже ответил. Что мы не выйдем на биржу, это практически отсутствует. Выход зависит от подготовленности компаний и результатов процесса подготовки и презентации компаний, чьи акции, а это Евразин, Рейл, Скавей, Системс Холдинга, от аудита и многих других действий, которые нужно будет произвести вот этой компанией вместе с нами или нам вместе с этой компанией, которая будет нам помогать выходить на IPO или на эту биржу. И выйти можно, но все зависит с какой ценой одной акции целесообразно выходить и в какой момент. Поэтому, друзья, подчеркну, что май 2017 года, на мой взгляд, это ориентир проекта. Факт будет зависеть от вышесказанного. То есть от того, что я вам сейчас и обосновал. Поэтому не надо здесь, скажем, гнать, как в простонародье или как мы иногда говорим, общаясь друг с другом. Не гони волну, друг. Все произойдет наилучшим образом и в нужное время. Вот опять вопрос из этой же серии. Сколько может быть цена акций на внутреннем рынке? Кто будет покупать, только компания от нас или кому еще будет такая возможность? Ну, вопрос такой, как бы опять три в одном. Смотрите, значит, сначала, ну вот это мое видение. Я как эксперт здесь выступаю, уж вы меня простите. Сначала, видимо, будет тестирование цены. И осмелюсь предположить, что от полуцента до одного цента. От полуцента до одного цента. Что это значит? Это где-то в пределах между дисконтом 1 к 200, 1 к 100. По всей вероятности. Может быть, чуть и ниже. То есть, понимаете, да, биржа, она начинает, она переходит, как бы, это зеркальное отображение того, что сейчас группа компаний продает нам. Если сейчас группа компаний продает, допустим, не продает, а дает возможность нам приобретать, становиться собственниками акций через инвестицию и залог, то когда будет выставляться на биржу, то на бирже будет тоже вот где-то вот в этих пределах. И будет смотреть, и биржа будет приглядываться, есть ли покупатели такой или нет. И тогда по мере того, какова ситуация, какие пакеты в кабинетах инвестиционных платформ в этот момент находятся. Могу вам еще такую информацию передать, что сейчас идет подготовка, корректировка программы, помните, да, 15 этапов, вот как раз до этого самого 2017 года, до этого мая. Вот, мы в преддверии седьмого этапа, перехода с шестого на седьмой этап инвестиционный, корректируется сейчас бизнес-план, реально это реальность, вот, приводится в соответствии с реальной действительностью. И таким образом просто будет нам более ясно. И факт, что группа компаний заинтересована поднять к определенному моменту стоимость одной акции, стоимость одной акции, когда ее номинальная стоимость, повторюсь, 1 доллар на внутренней бирже, до полудоллара. Вот, но вы не забывайте, что покупали или, скажем, приобретали каким-то образом эти акции, мы абсолютно по 0,16 центов, 0,16 сотых цента за одну акцию, даже не один цент. Вот, и от этого очень много зависит, и поэтому, значит, или ближе к доллару, перед выходом, именно перед выходом на IPO. Теперь смотрите, следующий вопрос, кто будет покупать, а, нет, стоп, кто будет покупать, ну, вот, покупать может, естественно, покупать будет сначала у нас, или приобретать, или принимать на аукцион будет биржа, а покупать будет тот, кому, та цена, которая на бирже подходит. Если не подходит, он будет предлагать свою цену, и там, ну, как всегда, купля-продажа, рынок, рынок, друзья. Кто будет покупать только компанию от нас, или кому еще будет такая возможность дана? Ну, вот, я уже ответил, в принципе, группа компаний, или, вернее, ее биржа, биржа вот нашей, нашей группы компаний, скорее, будет скупать и продавать в зависимости от спроса и предложения, если так просто сказать. Для начала, видимо, выставят какое-то количество акций по определенной стоимости, помимо того, какие пакеты продаются на институционных площадках, как я сказал, да. И, наверное, поинтереснее, чтобы люди стали, ну, скидывать или, ну, условно говоря, появился у них интерес продавать, да. А продавать будет слегка лучше, то есть купили, условно говоря, там по единице, продали по 1,01, например. Уже есть прибыль, да. Будет слегка лучше, чем на институционных площадках. Таким образом, постепенно торговля акциями Евразия, Рейлс Кавей, Системс Холдинг, перейдет на внутреннюю биржу. Но это не, не понимаете, не поймите меня неправильно, это не исключит работу этих самых площадок. Понимаете, ведь начнут инвицироваться и акции адресных проектов. Ведь будет создаваться, это неизбежно, друзья, компания, управляющая компанией адресным проектом. И вот у нее будут акции. Теперь будет та же самая картина, что, например, сейчас мы, посмотрите на схему, которая перед нами, да. Сейчас мы пользуемся и пользуется проект Эко Технопарк, пользуется тем, что здесь существуют акции 15% от, или 15% акций, это половина акций, которые являются привилегированными, которые вложены сюда. Да, и это 60 миллиардов долларов. Вот. Здесь достаточно для того, чтобы, и это Эко Парк, его стоимость только 300 миллионов, номинальная стоимость, или вернее проектная стоимость, реальная себестоимость будет ниже. И дальше, в зависимости от того, как будет капитал вот этих компаний будет расти, появляются средства для вкладывания в следующий адресный проект. Видите, отсюда могут быть вложены. Но это не значит, что будут продаваться уже эти акции. Они будут на своей бирже, останутся тут на бирже, будут крутиться. Но дальше в продажу уже пойдут так называемые дериваты, то есть деривативные акции, за которыми будут стоять вот эти цены. Поэтому, друзья, это еще один аргумент в пользу того, что нам интересно сегодня быть владельцами именно вот этих акций через вот эту группу компаний. Потому что в будущем мы будем получать доходы от всех будущих, будущих тысяч, сотен тысяч проектов, которые будут адресными проектами называться и будут вестись по всему миру. Поэтому, смотрите, вот, таким образом, есть еще тут вопрос, почему стоимость одного доллара, а не одного фунта, если английская регистрация. Ну, это повторение вопроса было, да, я уже на него ответил вам, рассказал вам, когда начнется внутренняя продажа, будет ли закрыта народная фунта. Ну, это повторение опять вопроса. Нет, не будет, друзья. Приток денег нужен, будет уже в адресный проект, и я сейчас только что об этом говорил. Будут выкупаться или выпускаться новые инвестпакеты и новые акции. Я так думаю, я так думаю. И поэтому, в принципе, тут ничего такого сложного нет. Просто вам для информации. Евроазиан Рейлс Кавейс Холдинг может на базе своих акций, как я уже говорил, или Global Transport Investment, вот это здесь наверху, могут, значит, на базе своих образовывать новые акционерки типа Евроазиан Рейлс Кавейс Систем Холдинг. То есть, это управляющая компания адресными проектами, условно говоря. И вперед, как говорится. И последний вопрос, значит, по Австралии. Есть какие-то, тут люди интересуются, значит, есть ли какие-то неполадки на развитие сотрудничества? Или развитие будет, несмотря на то, если даже Юницкий не полетит или не поедет туда. Ну, смотрите, развитие продолжится в любом случае. Его посещение – это мощный усилитель этого процесса. К тому же, кто-то мощно, могу прямо сказать, это мое мнение, за что купил, за то продал, что кто-то мощно лоббирует процесс отказа от получения визы Анатолия Двардовича. Но полагает, полагают, что, я полагаю и уверен Анатолий Двардович, что удастся получить визу. И тогда он повеет, почему это необходимо, почему ему на месте надо быть. В принципе, это можно было бы и дистанционно решить, и уже в Минске встречались. Нужно поехать для осуществления определенных юридических операций. Дело в том, что ему там нужно, это я полагаю, это мое мнение, может быть, там еще что-то есть, подписывать юридические документы, участие в их структуре. И это, по всей вероятности, может быть где-то до 49%. Логика такова, обычно, сотрудничество в таких проектах. Это типа того, что они будут участвовать именно в этом так называемом проекте на экотехнопарке по транспортной сертификации, они тоже будут участвовать в своем капитале. Но сюда надо еще прийти, понимаете. И поэтому необходимо съездить и там все эти вещи как бы уточнить. И таким образом процесс продолжается. И я не исключаю здесь еще и того, друзья, что, естественно, темные, так называемые темные силы конкурентов тоже уже начинают прикладывать, так же, как и в Шавля это было сделано, прикладывать свои усилия, хоть как-то вставить, где можно, так как бы, но из-за кустов вставить палку в колеса. Есть ли тут сейчас у вас как-то вы пропали? Алло? Меня слышно вообще? Дайте мне знать, или я тут для себя сейчас рассказываю. Алло? Да, покажите мне. Опять нету. Друзья, дайте знать. Я так чувствую, что меня опять выбило с площадки. Алло? Покажите, слышно меня или нет? Дайте знать, слышно меня или нет. Покажите, слышно, что я? Форяк, нет. Ты не свинкал. Ты не свинкал. Да, конечно. Ты дайте мне. 토�ки falan. Б Rab ut. Ты�� з недобаливки. Ты не свинкал. Ты умкал. Ты не свинкал. Тепко оц. Ты не убила? Ты ничего, ты не свинкал. Ты не свинкал. Ты даже неafruй. Гонкал. Ты не свинкал. Эй Soviet, как и см App Gordon. Продолжение следует... 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 Вот я сейчас, например, готовился к встречам с чиновниками, и через это понял, что там размахивать руками и показывать им фокусы, я извиняюсь, из различных роликов RSV Systems, Capital и кого еще угодно, это абсолютно неполезная деятельность. И поэтому сейчас подготавливается где-то 7-8 минутный ролик, в который будет уложено самое основное, то есть сублимат идеи SkyWay и того, где мы находимся. И плюс есть еще разработан, я его уже опробировал здесь, так называемый информационный блок, по-русски получилось две страницы, на эстонском языке это полторы страницы, описание, что нужно обязательно сказать. Не сходя до такого, скажем, слишком большого, пардон, стриптиза, а показать самое основное, чтобы привлечь интерес, я извиняюсь за такие сравнения, но они очень наглядны, на мой взгляд, может я ошибаюсь, простите меня. Вот, чтобы показать самые основные привлекательности дома SkyWay и всей этой технологии. И не рассыпать бисер до конца, не знаю, значит, наша задача вначале пробудить интерес и привлечь в собеседники. Причем, я повторюсь, друзья, собеседники мы привлекаем не через сто, дайте мне, мне не хватает или еще что-то. Что я могу дать вам? Что мы можем дать вам? Что вам не хватает? Давайте вместе подумаем, как это сделать. И дальше, когда спрашивают, ну а ты-то, друг, сам компетентен, я, может быть, сам и некомпетентен, моей компетентности вполне хватает для того, чтобы передать информацию, но я посредник, я проводник этой информации. Я несу эту информацию как миссионно, как человек, который в этом занимается и серьезно к этому относится. И я уверен, я говорю сейчас за себя, что я, вот как я это дело вижу, что здесь уже, друзья, переходит, как бы, хобби переходит в работу. То есть, начинаешь это делать с полной ответственностью, а не занимаешься как хобби. И тогда можно говорить уже дальше, переходить, привлекать консультанты там нас, кто мы тут адресными проектами занимаемся, тот же бобурит, но не теребить людей по пусту, пустыми вещами, когда дело еще не подготовлено. Ну и готовить его надо осторожно, правильно, чтобы не изгадить, я извиняюсь, не изгадить саму идею своей некомпетентностью, непрофессиональностью на начальном этапе. Вот для этого сейчас вам некоторые инструменты подготавливают, и вы их точно получите. Так, планируется ли изменение дисконтур? Нет, 1 апреля не планируется и не будет. Скорее всего, будет не раньше, чем после где-то, после вот экофестиваля и конференции, которая будет в Минске. Экофестиваль будет Марины Горки, и потом будет конференция 24-го, Capital по именно вот по SkyV технологии, по всей этой работе. Не раньше, это вам точно могу сказать, а когда после, услышите, узнаете. Говорили, что уже готовится портал для внутренней биржи. Как и... А, ну это второй вопрос. Снова, значит, я просто вернулся обратно, думал, тут снова и вопросы были. Значит, мы все слышали, так, планируется изменение дисконтур? Да, ну вот такие вот дела. Значит, поэтому работа продолжается, и дела идут дальше. Теперь, значит, давайте... А, вот, еще важный момент, друзья. Я пройдусь, значит, вот еще почему расскажу вам. Очень важный момент, пока мы тут с вами обсуждаем. Сегодня уже такие информационные вещи были. Я вернусь обратно, это мы разбирали. Смотрите, значит, что у нас сегодня есть. Мы имеем исключительно хорошие пакеты. Старт 25 долларов в месяц, 10 месяцев. 65, то есть тут 32 500 акций. Это, значит, дисконт достаточно высокий. Да, значит, 50 долларов. То есть есть возможность, сеньор. Я очень люблю вот это. Люди абсолютно, может быть, потому, что я с людьми, ну, как бы среднего возраста. Иногда молодежь это понимает быстро, говорит, что, а, вот у меня есть возможность получить определенную поддержку на учебу через этот пакет. Хотя он называется сеньор, да. Вот, всего лишь 8-6 месяцев, причем 2-2-2. Есть шаги. Очень шикарно. Если вы хотите, там можно сразу посмотреть, какие там условия, да. Стабильный. Он очень стабильный, 10 месяцев, железно. И причем дальше можно будет с этим же самым дисконтом переходить. И это достаточно интересно людям. Дальше очень важно, естественно, вот этот пакет, который в связи с экофорумом в Марьиной Горке и с конференцией, которая будет в Минске. Но больше это касается больше именно экофестиваля. Вот мы становимся владельцами дерева. Ну, условно говоря, владельцами. Мы становимся родителями этого дерева. Хоть мы его и не родили, но мы поучаствовали в процессе его посадки на территории эко-технопарка. Причем задавались вопросы у нас здесь на Таллинском семинаре, что ну да, вот я не могу поехать. Пакет интересный. Как я могу дерево посадить? Когда я туда должен? Или туда ехать? Ответ, друзья, очень просто. Не обязательно туда ломиться и рваться, если человек не может. Купил пакет, будьте уверены, что ваша табличка будет там выставлена. Потому что деревья будут высажены. Не сможете приехать в апреле месяце. Приедите осенью. Осенью тоже будет там снова определенное мероприятие. Не буду сейчас их обзывать, потому что еще нет решения. Но какое-то мероприятие точно будет, скорее всего, в конце сентября, в начале октября. Скорее всего, в сентябре, как только первый схлынет школьный ажиотаж, после этого будет. И вы увидите свое дерево, там люди позаботятся. Потому что даже те, кто сегодня поедут туда, они сами не будут сажать, по всей вероятности. Я не со 100% гарантирую. Почему? Потому что территория экотехнопарка является сейчас уже закрытой территорией. И доступ туда абсолютно по пропускам. И вы представляете, что приехало полтысячи или тысячи человек на экофестиваль. И все ломанулись туда. Во-первых, там все измажутся в строительной грязи. Во-вторых, поэтому фестиваль будет рядом с этим, буквально, вот тут же, рядом с этой территорией, развернут. Все мы увидим. Все мы своим глазом сфотографируемся и так далее. Но сажать будут профессионалы. Потому что уже был опыт, когда осенью открывался нулевой километр. Там были разные нюансы. Что-то неправильно посадили, еще что-то. И зачем такие потери, зачем истязать деревья. Все надо сажать правильно. И правильно ставить этикетки и так далее. Все будет сделано. Поэтому, если Иван Иванович или Марья Петровна купила один, второй или третий пакет. Или может быть все три вместе. Это уже дело вкуса. То будьте уверены, что будет одна, две или три этикетки в Минске, в, извиняюсь, Мариной Горке, на территории экотехнопарка, плодовым деревьям привязаны. И вы сможете сказать, повезти туда людей. И дальше тоже будет обеспечено, чтобы это оставалось на годы. Так что это хорошая такая миссионная и реальная инвестиция, дорогие друзья. Теперь дальше. Планируется изменять дисконта. Первый дак нет. Коммерческие предложения от Skyway. Коммерческое предложение от Skyway. Не понял, что за вопрос. Чтобы не метать бисер перед собеседником, важна выжатка соки. Было бы неплохо. Да, отлично, получите эти выжимки. Действительно, хорошо сказано, бисер не надо метать. Надо просто показать нужные стороны. А дальше уже, как сложится и каково ваше искусство, надо думать о ситуации. Я вам скажу так, дорогие друзья. Вот смотрите. Просто такой пример. Мы с вами сейчас вышли из зоны двух затмений. Мы живем с вами в мире, во Вселенной. И не учитывать этого нельзя. Поэтому в период от солнечного затмения, которое в начале марта было, и второе затмение, которое было у нас только что 22 или 23, 22, по-моему, 23 в 14 часов дня, это лунное затмение, они очень мощно влияют, скажем, в определенной степени деструктивно, а в какой-то степени опять-таки прогрессивно. Поэтому, ну, как к этому относиться? Но всякие изменения и начинания лучше начинать после этого, а в период планировать. Что мы с вами и делаем, дорогие друзья. Поэтому мы на правильном пути. Так, вакуум. В СМИ полный вакуум. Что значит в СМИ полный вакуум? Ну и слава Богу, ничего страшного. Я вам скажу про СМИ, кстати. Кто это спрашивает? Сахар Валет. Вы знаете, да, согласен с вами. Я сам беседовал с двумя, ну, как бы даже не с корреспондентами, а с двумя экспертами, которые являются один в одной газете, другой в другой газете, здесь в Эстонии и по Прибалтике. Вот. Они очень загорелись этой идеей, что давайте начнем про Скайвей потихонечку говорить. Когда пришли главные редакторы, главные редакторы сказали, ребята, вот когда будет это все расходиться, начнет это идти, вот тогда будем на эту тему говорить. А сейчас пока говорить о будущем стоит ли. Поэтому люди еще находятся во вчерашнем дне и не всегда понимают. Поэтому будьте спокойны. После, пока здесь смотрят, может быть, и на нашем пространстве так, да, что смотрят, ну да, ну что там, это Россия что-то там решила, какое-то министерство, какой-то России с сопредельной с нами государства, да. Подождем. Будем спокойны. Знаете, как в Айкидо. Жди энергию, которая идет на тебя, используй ее. Берлинского, именно транспорт, конференции, извиняюсь, большого форума международного, да. Будет. Будет информация. Поэтому не будет полного вакуума, не волнуйтесь. Владимир Максов, как грамотно посчитать, сколько акционеров будет получать, а сколько акционер будет получать дивидендов после выхода на IPO. Вы знаете, дело-то в том, что вы не стройте иллюзий, дорогой друг, кто тут у меня задает вопрос. Например, у акционера, сколько вы там говорите, миллион сто тысяч акций. ЕРС, Евразин, Релс, Кавейс, Системс, Холдинг. Ведь биржа не связана прямо с дивидендами. Дивиденды и биржа – это разные вещи. Ежегодно подводятся итоги. В этом году тоже будут подведены итоги, я вас уверяю, по тому, как прошел отчетный год у Евразин, Релс, Кавейс, Системс, Холдинг. Это естественно. Акционеры один раз в год должны собираться и подводить итоги. Подведем и мы с вами. Но выплачивать или не выплачивать дивиденды – это вопрос такой, что а из чего выплачивать? У нас сейчас доходов нет. То, что на бирже пойдет торговля, это же не доход. Это купил-продал. Доход пойдет из адресных проектов, дорогие друзья. И вот тогда… То есть я вас уверяю, что не надо строить себе иллюзий. Доходы пойдут по мере возрастания капитализации. Мы об этом будем еще отдельно говорить. Сегодня наше время подходит уже к завершению. Просто хочу вам обозначить, что наши дивиденды зависят напрямую от капитализации. Поэтому потренироваться можно, что значит из 100 тысяч акций Евразин, Релс, Кавейс, Системс, Холдинг. Это значит, что надо знать еще и другие исходные данные. 100 тысяч, условно говоря, это как бы надо знать, сколько придется на одну акцию дивидендов. То есть на 1 доллар акций, сколько дивидендов. Как правило, это… Ну, разные цифры могут быть. И это зависит от того, какой доход будет у компании. Или то, что получит из Global Transport Investment, оттуда получат доходы Евразин, Релс, Кавейс, Системс, Холдинг. И из проектов, которые сейчас в Экотехнопарке происходят. Поэтому, скажем так, это скорее всего зависит от того, когда завершится строительство Экотехнопарка. Это первый адресный проект. Если вдруг, если вдруг там кто-то купит акции и, скажем, будет избыток в сумме, и будет принято решение это направить на дивиденды, то получим дивиденды, тогда рассчитают, сколько придется на одну акцию. Но в среднем можно рассчитывать, что такой чисто вот палец пол потолок расчет, что к тому моменту, когда будет полная, хорошая капитализация вот этого акционерного капитала, который, ну, обозначен, номинирован, пока это же вы же понимаете, что значит 60 миллиардов этих самых долларов в Евразии, на Релс, Кавейс, Системс, Холдинг. За этим стоит так называемая интеллектуальная собственность. Ее надо капитализировать. Она капитализируется или превращается в реальный капитал через проекты. И первый из них – Экотехнопарк. Поэтому я осмелюсь вам сказать, что капитализация обычно идет от двух до пяти лет. Вот в течение этих двух-пяти лет можно будет рассчитывать на то, что пойдут дивиденды. Но, если мы говорим уже о дивидендах, то, скажем так, если это 20%, и всем будут выплачиваться полностью стоимость, то это можно получить до 20 тысяч долларов дивидендов, если полный, как бы, ну, вот столько будет в этом, ну, как бы сказать, сколько будет в этом фонде на выплачивание дивидендов. Каковы последние сроки для перевода акций из СВИК? Нету последних сроков, дорогие друзья. Принимаете решение, начинается процедуру от верификации, потом подписываете, ну, как бы, верифицировались, у вас появилась возможность перевести акции. Дальше, не перевести акции, пардон, я извиняюсь, а обозначить стать владельцем акций. Для этого надо нажать определенную там кнопку, и начнется процесс, значит, вам, вас переспросят, вы действительно хотите? Вы говорите, да. Распечатывайте, там есть такая, как бы, возможность, распечатывайте договор, который подписывает, с одной стороны, значит, Андрей Федорович Хавратов, с другой стороны, вы, делаете с него копию, прилагаете через брауз функцию, и отсылаете. И дальше этот вопрос решается, и автоматом подготавливается количество тех, как бы, акций, которые у вас было соглашение, и они вносятся в реестр. Все, и процесс пошел. Никаких сроков таких, что вот, если вы до завтра не сделали, нет. Но рекомендую вас с этим делом не затягивать, потому что, ведь, понимаете, что есть определенные процессы, определенные сроки. Хотите стать владельцем? Делайте это, не хотите, можете тянуть. А так, чтобы это до 1 апреля, до 1 мая, или до 1 декабря, такого пока ничего нет. Вот, вчера Сибиряков сказал, что надо до конца мая перевести. Перевести, перевести. Ну, сказал Сибиряков, значит, было основание сказать, тянуть не надо, согласен. Это видение, значит, Сергея Анатольевича. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я, например, перевел уже. Понимаете? Ряд моих партнеров перевели. Кто-то говорит, ну, я еще подумал. Ну, думай, думай. Не хочешь быть пока акционером? Ну, не будь. А будь этим, как бы, ходатаем, стать акционером. Это выбор каждого, друзья. Здесь ничего страшного нет. Сроков я бы здесь не ставил. Но если Сибиряков предложил, давайте придерживаться. Может быть, он и прав. Так, акционер будет получать дивиденды от использования технологий. Нет, использование технологий. Ну, в какой-то степени правильно, от использования технологий, или привлечения и внедрения технологий. Что, в принципе, одно и то же. А с биржи только продажа акций. Да, правильно. Абсолютно правильно, Олег. С биржи он только будет получать гешефт или, скажем, маржу от того, как ему удачно удалось продать или купить акции. Это тоже бизнес в какой-то степени. Я знаю людей, которые неплохо и безбедно живут, когда они начали на биржи. Почему бы и нет, зная всю технологию, зная, что за этим стоит, почему бы здесь на незнании других немножко и не поиграть. Можно. Поэтому я возвращаюсь к своей модели. Если у тебя на миллион акций или на сто тысяч акций, давай с 70 тысячами поиграй, 30 подержи у себя. Или, пардон, извиняюсь, наоборот, с 30-ю, 30-ю процентов. Обычно закон Парета говорит о том, что 20-ю процентами можно манипулировать, а 80-ю процентов держи в резерве. До 80-и процентов. То есть до 20-и процентов. Юрий, акционер будет... Юрий, тут ответ, да? Акционер будет получать дивиденды... Да, технологии, так, что тут еще есть у нас? 3-5 лет рассчитываете на дивиденды. Да, правильно, Олег. Абсолютно правильно. Вы подслушали, что я сказал. Акции СВИК в реестр головной вопроса переводен. Сейчас идет тестируем. Да, система тестируется правильно. Там был сбой технологический, не совсем правильно было оформлено. А это же все электроника, дорогие друзья. И поэтому там надо очень правильно все делать. И это сейчас пока выправляется, и что никуда не пропало, ничего никуда не исчезло. Главная компания. Вот это правильно. Так, правильно, Владимир, несколько деревьев. Так, что там у нас еще есть? Так, спасибо, Владимир. Так, надо сперва оплатить рассрочку. А, вот такой интересный вопрос насчет рассрочки в СВИГе. Опять, это вопрос вашего выбора. Но я вам скажу так, что я бы рекомендовал, если кто-то у меня рекомендация, это как рекомендация, что в принципе, чтобы не быть привязанным, не быть привязанным к чему-то, что вас не сильно устраивает, можно спокойно там, значит, пока еще вы не сильно завершить эту, и получить те же самые условия, те же самые условия, если это было, значит, ну, в каких условиях? Вы делаете скрин, и получаете те же самые условия сначала, и начинаете в Capital или в RSV дальше идти. Именно только с теми, точно с теми же условиями, да. Переводите, переплачиваете, да, и проплачиваете дальше. Так, ситуация такая, что после ознакомления с проектом, чиновник открывает ноутбук, узнавайте о проекте, а тебя машет ручкой. Ну, есть такое, есть такое, значит, такая опасность, поэтому, значит, дураконадежного в этом мире ничего нет, поэтому желательно, желательно, значит, как-то вот это дело обозначать, и начинать не просто, скажем, с ознакомления, а с того, о чем мы, друзья, говорили. Хороший вопрос, спасибо за этот вопрос, этот нюанс как-то мы упускаем, когда мы обсуждаем. Вот этот нюанс, это, значит, кто там, Татьяна, да? Нет, не Татьяна. Кто там спрашивал? А, ручкой там это спрашивал у нас, ручкой Ольга. Да, да, давайте подумаем на эту тему. У меня есть рецепт, как это делать. Надо возвращаться обратно к созданию компании и сразу подписывать с ними соглашение, но они не пойдут на это. Тут есть нюансы. Есть нюансы, согласен. Система перевода и очень скоро... Самая большая, самая большая, друзья, гарантия, я скажу вам прямо, вот на это, помашена тебе ручка или нет, что не суйтесь сначала туда сами, а обозначьте свой интерес в группе консультантов хотя бы для начала, да? И мы будем знать, что если этот чиновник, Иван Иванович Иванов, ткнулся после того, как он к вам, то мы эту несправедливость выровняем, будьте спокойны после вашего контакта. Так что, ничего страшного, это самое лучшее лекарство. Самое лучшее лекарство. Так что, есть такой вариант. Сейчас отлаживается система перевода в... И очень скоро... Да, правильно, отлаживается, друзья. Что там еще у нас есть? Спасибо, так надо оплатить. СВИК пишет, что не переведет акции по КАИП, спецдисконту. Да, по спецдисконту не будет оплачен, но там сейчас этот вопрос, дорогие друзья, решается. Значит, что значит не будет переводить? Вопрос в том, что если я прерываю пакет, акции мне выдаются, они, правда, выдаются уже не по тому дисконту, по которому у меня было, я их получаю, их мне обязаны перевести, и я начинаю на тех же условиях инвестиции дальше. Если мне так, в общем-то, хочется быстро перейти. Так, почему большая разница в СВИКе и в капитале? Не знаю, какую разницу вы, Рафаэл, имеете в виду, разницу не знаю, поэтому, если скажете, в чем эта разница, значит, да, вот, то тогда я вам скажу, в чем эта разница. Разница не могу сказать, в чем разница. Если вы имеете в виду систему, ну, просто так система складывалась, это уже дело Андрея Хавратова, как он там ведет свои дела, это к нему. Так, в стоимости пакета, а, в стоимости пакетового количества акций, ну, это разные площадки, каждый, это маркетинг, дорогие друзья, это как, есть два магазина, вы заходите в один, спрашиваете, или в другой, почему такая разница, ну, значит, разные исходные условия, разные ресурсы, разный маркетинг, разные команды, тут много вопросов может быть. Так, давайте, дорогие друзья, сейчас заканчивать, наше время подошло к концу, я благодарю вас за внимание, все, кто вы здесь были, задавали толковые вопросы, и, естественно, сопереживали процессу, в котором мы с вами находимся, и, надеюсь, до следующей встречи, всего вам доброго, вам и вашим семьям. Счастливо!